Здравствуйте! В эфире городские новости Челябинск в деталях в студии Юлия Анфалова. Сегодня я и мои коллеги познакомим вас с основными событиями дня. В конфликте замешан еще один человек. Новая версия причины ссоры физрука и директора 31 лицея. Только для собак центрального района в Челябинске установили биоурны для братьев наших меньших. Библиотекари России, объединяйтесь! Южноуральская столица стала местом паломничества книголюбов. Улица Социалистическая для любителей архитектурного ретро. В духе Старой Германии переворачиваем очередную страницу истории. О директоре 31 лицея написала известная телеведущая. В своем блоге Тина Канделаки сообщила, что некая дама, представившаяся вице-премьером Ольгой Голодец, звонила Александру Попову и предлагала за деньги прекратить его уголовное преследование. Канделаки об этом сообщили знакомые опального директора. Тем временем причины конфликта директора 31 лицея и физрука наконец-то начинают проясняться. Правда, при этом свидетели в суде заявляют, ссоры и не видели, и не слышали. Очередное заседание состояло сегодня. Новые подробности дела Попова узнал наш корреспондент. Сегодня на заседание пригласили первых свидетелей. Из шести человек только лишь один заведующий кафедрой математики высказал вслух предположения о причине конфликта. Говорит, началось все с недопонимания между двумя учителями физкультуры. Там во время, после тренировки в, как называется, атлетический зал у нас есть, произошел между ними конфликт. Ребята были все, простите, потные и прочие, хотели души помыться там. Пузырёв запретил, и они просто поругались или ещё что-то. Да, они поругались между собой. Между собой, да. По какой причине Сергей Пузырёв не пустил учеников в душ, пока не ясно. Но после этого своё отношение к такому самоуправству, уже оскорблениями, пощёчиной и вызовом на дуэль, высказал директор 31-го лицея. Дело было на педсовете, где присутствовал почти весь учительский коллектив. Но на суде свидетели в голос заявляли, ссору Попова и Пузырёва не видели. Александр Евгеньевич просто пошёл сначала к кабинету. Какими-то словами, я не помню, какие это были слова. И я не смотрела в ту сторону, я не смотрела. Что было, я конкретно не видел, потому что я следил лицом к доске. Я не могу сказать, что произошло, потому что я, во-первых, ничего не видела. Потому что я сижу за первым столом у доски. Что конкретно произошло и в раздевалке, и на педсовете, предстоит разобраться суду. Но, скорее всего, произойдёт это ещё не скоро. Инна Левошина, Юлиан Фалова, Виктор Васильев, СТС, Челябинск. Нарушителям правил дорожного движения придётся раскошелиться по крупному. С сентября повысился размер минимальных штрафов для автомобилистов. И, как заверяют специалисты, такое повышение далеко не последнее. Подробнее расскажет наш корреспондент. Штрафы в России увеличили по всем показателям. Тысячу рублей за непристёгнутый ремень, тысяча за проезд на красный. Непропущенный пешеход обойдётся нарушителям в полторы тысячи. Столько же будет стоить разговор за рулём по мобильному телефону. При этом новый закон отменяет штрафы за превышение скорости на 20 км в час. У нас многие водители восприняли, как разрешение управлять транспортным средством, например, в населённом пункте, в городе Челябинск, до 80 км в час. Дело в том, что при совершении дорожно-транспортного происшествия человек будет признан виновным в совершении данного дорожно-транспортного происшествия. Единственное, что мы не можем его привлечь к административной ответственности. Самые ощутимые штрафы ввели за вождение в состояние алкогольного опьянения. 30 тысяч лишением права управления автомобилем сроком до двух лет, если попался в первый раз, 50 тысяч и без прав на три года во второй. Кстати, в новых правилах есть такое понятие, как погрешность алкотестера. Ведь по статистике прибор ошибался на 0,16 промилле. Появился зазор на защиту трезвого водителя. Это действительно то, что 0,16 мг на литр – это страховка для трезвого водителя. Здесь нет возможности выпить. Совсем нет. Трезвому водителю бояться сейчас нечего. Правозащитники уверяют, 10% водителей за последнее время были лишены прав как раз из-за сомнительных цифр на алкотестере. После принятия нового закона эти решения могут быть оспорены в суде. Инна Мельникова, Александр Андреев, Шагов, СТС, Челябинск. Пакеты совок – главное орудие собаковода. В центральном районе Челябинска решили бороться за чистоту дворов не только с вандалами, но и с нерадивыми хозяевами четвероногих. Здесь впервые в городе появились специальные биоурны. Подробнее в следующем сюжете. Специалисты уверяют, экскременты во дворе не шутки, а серьезная опасность для здоровья. Паразиты, содержащиеся в них, могут вызвать у человека грозное заболевание – токсокороз. В Европе от этой напасти уже давно нашли спасение. Штрафы обязывают горожан убирать за своими питомцами. В России дело обстоит куда хуже. Никому это не надо. Собаки гадят везде абсолютно. И на детских площадках, и где угодно. Причем, когда делаешь замечания, тебя же еще и обругают. Хотя, в принципе, понимаете, вот, если даже у нас получается, что мы не успеваем как-то убрать, то просто-напросто где-то в конце недели я беру лопату, копаю яму и все это закапываю. Увеличить количество ответственных собаководов решили с помощью специальных урн. В центральном районе уже появились 10 железных баков со специальными совками и пакетами. Убирай, не хочу. Стоимость одной такой урны – 2000 рублей. Вроде бы и деньги небольшие, но по подсчетам администрации города на все районы уйдет 220 миллионов рублей. Так что чиновники призывают самих горожан проявить инициативу. Наверное, было бы несправедливо, чтобы все люди, ну, в всяком случае, те люди, которые не имеют собак, платили бы и создавали условия для тех людей, которые собак содержат. Поэтому во дворах должны принимать подобные решения о сборе денег, об установке таких урн, все-таки общее собрание собственников жилья. А вот парки, скверы и общественные места возьмет на себя администрация. В ближайшее время там появятся не только биоурны, но и специальные площадки для выгула животных. Иван Гончаров, Александр Андреевшагов, СТС, Челябинск. С громким пиаром и широким размахом на северо-западе Челябинска заложили первый камень будущего кафедрального собора. Строить его будут на перекрестке Проспекта Победы и Салавата-Юлаева, в аккурат за ледовой ареной трактор. Почему архиепископ Феофан отказался от строительства в центре и почему сроки сдачи храма – главная интрига сезона? Александра Мыльникова расскажет. На будущей стройплощадке вся политическая элита. Сразу и не разберешь, кого здесь больше – духовенство или людей при галстуках и пиджаках. Архиепископ и сам неплохо ориентируется в политике. И место выбрал не по сигналу свыше, а с учетом градостроительных тенденций. Не так просто с местами в нашем городе, все говорили в центре, в центре нет нормальных мест. Это место просторное, 4 гектара земли. Здесь собор сам по себе должен иметь возможности и подъездных путей, и парковок, чтобы место достойно для самого собора. Храм будет похож на петербургский Исаакий, а имя возьмет от знаменитого челябинского предшественника – Христорождественского собора, который был снесен в 30-е. Пять куполов устремятся вверх на 75 метров, а внутри церкви, кроме основного помещения, разместятся воскресная школа, трапезная для малоимущих и лекционный зал. Будущие прихожане уже в предвкушении. Уже вместительных будет 3000 человек, так здесь уже каждый поместится. И тем более мы очень рады, что он в таком хорошем месте, лес рядом, природа, это так и небо. Именно вместимость – то, что не устраивает Феофана в нынешнем кафедральном соборе. Свято-Симеоновский, говорит владыка, вообще вырос из кладбищенской церкви. Так что намоленному за 130 лет месту придется сложить полномочия центрального храма епархии. Строительство нового кафедрального собора начнется в октябре. Впрочем, сроков сдачи никто не называет. Прихожан и бизнесменов мотивируют рублем. И когда же откроется этот собор? А все будет зависеть от того, как вы будете жертвовать. Тем не менее, планы у Феофана большие. После открытия нового собора Челябинск может стать одним из крупных духовных центров Урала. Александра Мыльникова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. При взгляде на эти здания так и хочется произнести Берлин, 1945 год. Правда, немецкие дома были разрушены бомбами, а эти – временем. Но улица Социалистическая все равно притягивает к себе любителей архитектурного ретро и заставляет раскрывать рты от удивления людей, не посвященных в тайны металлургического района. В духе Старой Германии переворачиваем очередную страницу истории. Все, кто впервые попадает на улицу Социалистическую, с трудом могут представить, как среди современной типовой застройки сохранился уголок Старой Германии. Настолько он необычен и нетипичен. Ближайший такой микрорайон можно найти, пожалуй, только в Магнитогорске. На карте Челябинска улица Социалистическая появляется в 40-х годах. На тот момент это то самое доступное и комфортное жилье для рабочих металлургического завода. Правда, дома героям новой страны с 43 по 47 годы возводят люди подневольные, пленные немцы и трудармейцы под командованием генерала Комаровского. Перед властями он ставит ультиматум. Не создав дома для строителей ЧМЗ, он не начнет возведение самого завода. Речь практически расстрельная. Но она срабатывает. Прямо по этой улице проходила железнодорожная ветка. То есть из-за бездорожья, из-за больших количеств грузов, материалов, строительных конструкций вот просто строили железнодорожный тупик, от которого веером расходились узкоколейки. И, в общем-то, они были подвездные пути к строительству всего этого соцгородка. Для архитектора Николая Ющенко улица Социалистическая – самое любимое место в городе. Говорит, на фоне послевоенной нищеты этот квартал выглядит настоящим чудом. Сами дома рисуют крупный ритм, эркеры поддерживают мелкий. А венчает все это его величество деталь – рост щелевые окна, обратные скаты. Хотя строят улицу буквально из ничего. Бурый разнообожженный кирпич изначально не подходит для лицевой кладки. А сюда его привозят еще и битых, некондиционных. Строители вручную выбирают материал и пытаются создавать шедевры. Фигурный кирпич, который можно было не делать, вот таким напуском вы делали? Нет. Упорные немцы стесывали вручную. Вот она, фактура. Прямо киянкой, видно же, отбивали. Неровно, но ведь вот он. И выше тоже вот он. А это видно вот хорошо вот в ракурсе. Какая геометрия красивая получается. Здесь практически все европейское. Например, цвет стен. Или вот такое членение окна. Артефакты в подъездах и квартирах сохранились до сих пор. Хотя многие давно разбиты. А вентиляционные выходы и вовсе похожи на средневековые грузоподъемные балки. Старые дома были очень узкими. И мебель поднимали наверх не по лестнице, а через окно. При помощи балки, блока и веревки. На фоне всей этой европейской романтики у улицы появляется свое, неофициальное имя. Эта улица была любви, социалистическая улица любви. Мы были молодые, гуляли. Одна, значит, сторона идет влево, вторая идет навстречу. И вот мы так ходили, влюблялись. Для серенад идеально подходят и вот такие дворики-курдонеры. Они и сегодня расставляют твердые акценты и разбивают монотонность улицы. Согласитесь, так и просится. В этих двориках какая-то или клумба, или фонтан. Наверняка они здесь были. Фигура женщины с веслом. Или какая-то там композиция, пионер там с трубой. Я не знаю, но они для этого предназначены. Геометрически это каждый центр своей группы. Но несмотря на всю внешнюю романтику, внутри эти дома выглядят не самым лучшим образом. Изношены на 70%. Сказывается послевоенный дефицит всего. Раствор плохого качества с большим содержанием песка. Все сегодня рушится, сыплется. Жильцы, конечно, ворчат, но переезжать отсюда не собираются. Говорят, слишком легко здесь дышится. Опасаются одного, как бы дома не снесли. Впрочем, нашу съемочную группу уже заверили. Разрушать памятник градостроительства никто не собирается. И это место вполне может стать частью туристического маршрута. В проекте планировки это по-прежнему жилой микрорайон без всяких вставок и надстроек. И вообще дальнейшую судьбу улицы социалистической называют даже не реконструкцией, а реставрацией, которая сохранит всю патину и тепло человеческих рук. У зрителей перворазвлекательного есть еще шанс получить два билета на предпоказ первой серии «Молодежка». Все, что для этого нужно, правильно ответить на вопрос о главной премьере сезона на СТС. Третий завершающий вопрос конкурса «Как называется хоккейная команда» в сериале «Молодежка». Свои ответы присылайте на электронный ящик ctc-cheltv-gmail.com Четверопевш первых телезрителей, ответивших правильно, получат по два билета на предпоказ спортивной драмы, которая пройдет 21 сентября в 18 часов в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис». Напомню, что там же состоится и финал конкурса на лучшую чирлидершу молодежки, где челябинская группа поддержки продемонстрирует итог трех недель занятий с хореографами и тренерами. Ансамбль танца «Урал» представит на Олимпиаде в Сочи мюзикл, посвященный спорту. Необычную постановку сначала увидят челябинцы на новогодних елках, а уж потом танцоры отправятся развлекать олимпийцев. Наталья Хованских узнавала подробности. Пока танцоры из ансамбля «Урал» оттачивают программу ближайшего октябрьского концерта в традиционном для себя народном стиле. Но уже завтра артисты займутся изучением совсем других движений. С мюзиклом, посвященным спорту, они отправятся на Олимпиаду в Сочи. По замыслу авторов, это будет история о королевстве изнеженных недотрог, которые о физкультуре и слышать ничего не хотели. У них все так теплично, все так нежно, все так невероятно совершенно избаловано. Но и в конце концов, не выдерживая этого, к ним является дух Геркулеса, причем прямо из Геркулесовой каши, и говорит, что вашу планету завоюет злой тиран карантин, ваше государство завоюет злой тиран карантин. Ежели вы, как следует, в вашем государстве не наведете порядок, последний шанс, вы молодые еще, вы это можете сделать, все остальные страшно изнежены. Персонажам предстоит героически пройти через долину Храпа, остров Фастфуда и деревню Гаджетов, прямиком к спортивному и здоровому хэппи-энду. Пока танцоры готовятся примерить на себе новую хореографию, в швейном цехе уже вовсю обсуждают эскизы костюмов. Светлана Лукина, как и положено балетмейстеру олимпийского мюзикла, подходит к делу со спортивным интересом. Активно участвует в покупке тканей и обсуждении образов. Она уверена, несмотря на необычный формат, Урал справится с возложенной на него миссией. Опыт работы в мюзиклах у нас есть, и Кировка наша. Ну а то, что здесь присутствует спортивная тема, да, это ново для нас. И я думаю, что наши ребята, они молоды, откликнутся на любую хореографию и на любую тему. Олимпийский мюзикл, ансамбль танца «Урал» обкатает на новогодних елках, ну а потом отправится радовать своим творчеством олимпийцев в Сочи. Наталья Холанских, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск. Скандалы, интриги, поклонники – это не заголовок «Желтой газеты», а вечные проблемы шоу-бизнеса. Они не изменились со времен императорских театров. Старый сюжет, собирающий полные залы, везут в Челябинск артисты театра Маяковского. Пьесу Островского «Таланты и поклонники» даже не пришлось осовременивать. Она понятна во все времена. Подробности далее. Для театра Маяковского этот сезон юбилейный, а для Миндауга Сокарбаускиса, нового режиссера и худрука Маяковки, еще и премьерный. Роли талантов и их поклонников он раздал самым ярким звездам театра. Каждый из них способен собрать полный зал в одиночку, а в компании коллег и подавно. Едет к нам большой звездный состав. Это Игорь Костолевский, это Анна Ардова, это Полина Лазарева, это Светлана Немоляева. Наши любимые артисты, которых мы знаем по спектаклям, по фильмам. Знакомые всем с детства. На сцене будет крайне многолюдно. В постановке задействованы сразу 20 актеров. Еще столько же работников театра будут создавать атмосферу за кулисье. Одних только декораций едет целая фура. Их монтаж в театре драмы займет всю ночь. Кстати, материал для спектакля тоже выбран беспроигрышный. Пьеса Островского, таланты и поклонники. В, казалось бы, старом сюжете зритель разглядит реалии современного шоу-бизнеса. Сюжет данной пьесы, он всегда актуален на все времена, потому что показывается закулисная жизнь, именно жизнь театра вокруг одного актера. Но все таланты и вот эти интриги, эти скандалы, все, что разворачивается вокруг актера, все это мы можем увидеть на спектакле 24 сентября. В спектакле несколько уровней смысла на любой вкус. Одним про любовь и измену, другим про магию театра, а третьим про вечную продажность искусства. В спектакле про бедную, но честную актрису горожане увидят в театре драмы 24 сентября. Александра Мыльникова, Олег Салпанов, СТС, Челябинск. Книга «Лучший друг человека» на Южном Урале стартовал международный интеллектуальный форум чтения на Евразийском перекрестке. Обсудить проблемы книжной культуры в современном мире съехались библиотекари, педагоги, писатели и редакторы из разных городов России. На вопрос, читать или не читать, попытался ответить и наш корреспондент. Отличить Достоевского от Толстого о войну и мир от преступлений и наказаний, как утверждает статистика, сейчас способна только треть россиян. Вопрос о культуре чтения в стране уже давно привлекает к себе всеобщее внимание. Библиотекари утверждают, без книги нельзя воспитать личность. Книга – это основа, я считаю, вообще и культуры человека, и нельзя воспитать хорошего человека без книги. Хотя в наше время сейчас молодежь читает все меньше и меньше, в основном играют в компьютеры, но это, я считаю, большое упущение. Надо стараться все-таки, чтобы наши дети читали книги. О том, читать или не читать, говорит и Абрам Ильич Рейдблат. Историк литературы уверен, немаловажную роль здесь играет семья и школа. Главное – это внутренний импульс человека. Кому нужна книга, кто чувствует это, тот будет читать. Вот самый ранний период, да, ну и я родителей не упомянул. Конечно, семья. Как бы вот эти два участка, семья, две точки, семья и школа, ну, главным образом. Эксперты сходятся в одном – электронная или печатная, но книга должна быть. Итоги самого форума и выступления участников будут подведены завтра. Анастасия Мельникова, Георгий Красанков, СТС, Челябинск. В начале сентября на первом развлекательном начался четвертый сезон проекта «Горкин дом». За три недели успело произойти много событий. Разработанный дизайн проекта обеих квартир и даже снесены ненужные стены. Но если в Челябинской квартире переделки просто продолжаются, то в Копейской не обошлось без сюрпризов. Все подробности в еженедельной рубрике «Горкин дом». Под дизайн проекта Миша Кисенко мы вдоль этих стен ставим ряд шкафов. И чтобы удачно это реализовать, прямо сейчас мы переносим входной проем буквально на несколько сантиметров. Для этого с одной стороны проема мы наращиваем стену при помощи кирпичной кладки, а с другой стороны мы будем спиливать часть стены. В комнате тоже появился простенок из кирпича. Он понадобится для устройства рабочей зоны. Я напоминаю, что в нашей квартире уже произвели демонтаж перегородок. Полностью сломали стену между коридором и гостиной, между коридором и кухней и частично разобрали стену между кухней и санузлом. Но, как выяснилось в ходе работ, на этом переделки не заканчиваются. Мы решили украсть 20 сантиметров от коридора и добавить их на ванную. Мы сносим стену, это наше любимое занятие, и выстраиваем новую стену из бюксокартона. Действительно, полученное после демонтажа пространство позволяет нам увеличить площадь ванной комнаты почти на полтора квадратных метра. Новую перегородку возводим из металлических профилей и влагостойких гипсокартонных листов. По такому же принципу строим и нишу для холодильника. Теперь планировка действительно соответствует тому, что разработала Валерия. Ниша под холодильник выстроена, площадь цену зла увеличилась. Можно приступать к выравниванию пола, но эти работы ждут нас только на следующей неделе. Я хочу тебя порадовать и заодно сообщить всем телезрителям новость. 21 и 22 сентября вы сможете прокатиться на автомобиле Renault Duster и на других автомобилях, почувствовать себя мастером экстремального вождения и просто отлично провести время всей семьей на большом празднике возле торгово-развлекательного комплекса «Горки». Все решено. Объявляем 21 и 22 сентября. Дни Renault в Челябинске. Дни Renault – это всегда большой праздник для всей семьи. В выходные 21 и 22 сентября все гости ТРК «Горки» окунутся в атмосферу веселья и экстрима. Специалисты компании «Сатурн» организуют для вас тест-драйвы автомобилей. Профессионалы и любители все смогут проверить свои силы и возможности автомобилей Renault с помощью упражнений, имитирующих различные дорожные ситуации. Любители автоэкстрима по достоинству оценят полосу препятствий для внедорожных моделей Renault. Эстакада, боковой уклон, диагональное вывешивание, качели, бревна – такое нельзя пропустить. Игры и анимационная программа для детей, увлекательные конкурсы с призами и угощения для всех гостей – я уверена, вы отлично проведете время вместе с нами. Дни Renault – 21 и 22 сентября на парковке «Горок» со стороны автодороги «Меридиан». А торгово-развлекательный комплекс «Горки» ждет вас не только уикенд-рено, а каждый день. Ведь лотерея «Горкин дом» набирает обороты. Отправляйтесь на шопинг всей семьей, меняйте чеки на лотерейные билеты в день покупки. И, конечно же, не пропускайте четвертый сезон проекта «Горкин дом» по воскресеньям в 16.00 на СТС Челябинск. А на этом моя часть выпуска завершена. В студии работала Юлия Анфалова. Далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Удачи и увидимся на СТС. Большой хоккей вновь в Челябинске. Первый домашний матч «Трактор» – это открытие сезона для южноуральских болельщиков. И всегда это большое событие. Стронгмены проверяют фанатов «Трактора» на силу и выносливость. Крепкие мышцы и железные нервы болельщику необходимы. На самой арене также царит праздничная атмосфера. Под звуки барабанов и лазерное шоу на льду Челябинск открывает сезон. Заветное желание «Трактора» порадовать своих зрителей. И это получилось. Матч с новокузнецким «Металлургом» – сложная игра с обилием заброшенных шайб. Челябинский клуб, как по плану, забивал по две шайбы за первые два периода. На старте поединка Максим Кондратьев открывает счет, а под занавес первого периода – гол в раздевалку от новичка команды Лауриса Дарзинша. 2-0. «Трактор» ведет, и преимущество в счете увеличивается после перерыва. 3-0. Удачно разыграли лишнего. Отличился Петри Контиола. Гости заменили вратаря, но это не помешало челябинским снайперам. Вновь гол с передачи Контиолы и Рибыкина. Вновь Лаурис Дарзинш поразил ворота соперника. 4-0. «Тяжелый, конечно, может быть, по шоту легко выглядит, но турнирная таблица очень тяжелая для нас была. Так что не то, что и физически тяжело было, и психологически, конечно, потому что надо уже начинать набирать очки. И приятно с помощью наших классных болельщиков сумели выиграть матч. И надеюсь, что сейчас пойдет уже легче». В заключительной трети матча еще одна шайба побывала в воротах «Металлурга». Станислав Чистов. 5-0. И трактор во главе с голкипером Майклом Гарнетом старается сохранить сухой счет. Но все же гол престижа гостям удался. «Вроде бы играли, не скажешь, что плохо. Два периода примерно, я считаю, что равна примерно игра, но исполнительское мастерство повыше у трактористов. И после двух периодов 0-4. Ну, будем работать. Много ошибок, конечно. Вроде держим-держим игру. Потом раз, глупая, нелепейшая ошибка, и пропущенный гол». Итак, 5-1. Уверенная победа трактора. И Челябинский клуб начинает набирать очки в домашней серии. «Нам еще есть над чем работать. Единственное, что сегодня в обороне сыграли более надежно. Значит, и в атаке забросы не перешают, это уже радует. То есть, все, я считаю, еще впереди. И не окончательные пока у нас составы. Будем все равно смотреть». Матчи на родном льду продолжаются. Очередная игра трактора. 20 сентября. В сентября челябинцы принимают следующего соперника «Хабаровский Амур». Ольга Барунова, новости спорта, Истэйс, Челябинск. Продолжение следует...